Давай посмотрим последние абрикосы. Самые последние. Это сихотеринской тайги. Они давно отошли, я их показывал в нескольких фильмах. Почему самые кричат, вот мы самые последние. Здесь на этом деле было немного, но 5-6. Это сеянец, это вы мелкие. А эти собрать уже не хватило никаких сил. Я говорю официально для президента Академии наук, для министра сельского хозяйства, для министра науки и высшего образования. Я говорю для премьер-министра всей России. 140 трехлитровых банок с косточками ждут. Они, может быть, и не стоят. Я их продаю по 20-30 рублей. Может, они не стоят миллиарды, но они сэкономят миллиарды. Миллиарды сэкономят рублей и сэкономят сотни, если в долларах, сотни миллионов долларов. Если с этого момента, с 22-го года, с 23-го несется новое садоводство сразу. И садить не так, и садить не там, и садить вот это. И отказаться от этой дури, от калечения деревьев. А значит, от априски небесконечного. Перекопывая почвы. О, этих почвы. Вот. Поэтому я не скрываю. Я, монополист, я владею единственной на планете уникальной коллекцией семян. От таких простых, вот как я их называю, знаете, как сенис, сиготалинских абрикосов. Вот этих. До тех, которые, даже будучи непривитыми, могут дать 50, 70 и 100 граммовые плоды. Доказательства. А вон у меня их полно. Вся Россия, любители, вся Россия на меня работает. Я имею ввиду, в хорошем случае, на меня работают. Они объедаются плодами. Вот. И каждый из них, все больше и больше доказательств, это и есть работа на меня, приходит в мой адрес. Вот. Такие вот плева, друзья. Тут поблизости еще показать, порадоваться. На неполитых деревьях, причем все привитые у меня яблони, привиты на корневые отводки. Здесь надо будет потом отдельно сфотографировать. Перевиты на корневые отводки. Вот результат. Вот. И, наверное, так как это в основном абрикосовый сад, в основном, наверное, больше плодов не покажу. Нет. Я вам покажу еще один из феноменов. У меня было три дерева. Вот. Осталось два. Третье было, несмотря на огромный рост, была груша уссурийская дикая, была полностью замордована абрикосами. Они росли с двух сторон в двух метрах от нее, еще более огромными. Вот. Я ее спилил. Осталось два. Ну, какие? Я вам покажу молодое дерево, которому десять лет. Так. Вот. Хватайтесь, кто за валидол, хватайтесь, кто за... Хватайтесь, кто за сердце. И вот отсюда плохо видно. Здесь потенциал всей России. Внимание. Видите? Чистое, абсолютно. Ну-ка, господа ученые. Вы же хотя бы теории-то все знаете. Вот. У вас другой путь практики. У вас прививки. Нет, у вас не прививки, у вас перекрестное опыление. Вот. У вас презервативчики, кисточки, пыльца. Вот. У вас ужас какой-то. Когда... Ну, это как мужику отрезать то самое, что между ног болтается. На хэ называется. Вот так поступает с деревьями. Это все ради новых сортов. Вот. Не нужно ничего. Страшное. Как... Нет, и так. Великолепнейшее. По двое. Минус пятьдесят. И все, что я на них прививал. Абсолютно сладкое. Включая бельгийские лесные красавицы. Лучшие отечественные сорта. Нарядные. Фимова. Заметьте по фамилиям. Это все благодаря ей. Благодаря вот этим вот косточкам. Нарядные. Эфимова. Осенние. Яковлева. А? Вспомнили? Вот. Так. Эфимова. Яковлева. Так. Исаевские сорта. Сейчас еще скажу. У меня есть еще суперсорт. Осенние. Осенние Яковлева. Еще один суперсорт. Сейчас, сейчас, сейчас. Память Яковлева. Вот. Осенние Яковлева. Память Яковлева. Нарядные. Эфимова. Так. Еще несколько сортов. Это отечественных только. А еще есть и гигант Подмосковья. А. А. Никто не знает откуда. А это мы любители. Больше мне мордой не тыкать. Что я все достаю у науки. Так. Посмотрели. Начинает падать. Ой. Что сам не упал. Голову задирал. Посмотрите куда надо голову задирать. Если бы вы видели. Их плохо видно. Это не просто урожай. Это огромный урожай. Это вся Россия может сразу за 3-5 лет перейти на новую технологию. На прививки. На самые сладкие в мире груши. То есть нет. В мире полно сладких груш. Но слаще моих уже нету. Нету. Так получилось. И вот это несколько поколений на уссурийской дикой груши. Нисколечко их ни на 1 миллиграмм не уменьшило содержание сахара в них. Несколько поколений. Наслоение ментора. Да. Будут проходить в школе. Но я боюсь что это будет уже в 23 веке будет. Раньше не потянуть. Все захвачено. Все захвачено. Принцип такой. Сколько к реку. Царство лежа на боку. Вот. Вот такие у нас дела. Вот теперь я наверное вот эту часток показал. Ага. А там что такое. Я сто лет не подходил. А ну-ка, 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 ну-ка. Это же вроде отчета, да? Ох ты мои миленькие. Ох мои хорошенькие. Вот они. Кстати. Вот это вот. Знаете откуда? Нет, это не погибший мой сад. Приглядитесь. Это вишня. Вишня? А что за вишня? Огромное дерево. Самое старое. Которое начало чуть-чуть меня позорить. Потому что уже листьев на ней было мало. Уже светилось. Было полностью спилено. И вот здесь ждет, когда ее сожгем. Сожгать нельзя. Нельзя. Ну и наконец. Это есть. Бельфер Китайка. Я уже подходить не буду. Вот отсюда покажу. Это молодое дерево. Бельфер Китайка. Только при посадке один раз. Вот. Жалко я проворонил. Здесь было несколько плодиков. Жердель с Украины. Уже в виде сеянца. Вот. Вот. Она раньше начинает желтееть. Она ни разу не полита. Почему? Это Украина. Это Береславский район. Херсонской области. Несколько плодиков. Ну типично жердельевские. Но по-своему они выдающиеся. Уже перенесенная косточка от мамы. А мама была привита на папу. На маньчжурский абрикос. Там телевидение видели. Мои фильмы с телевидением. Мы при них собрали 10 ведер. Это была малюхонькая часть. И потом уже неофициально получается ведер 30-40. А может и больше. Там они так и лежат толпой. Вот примерно вот так. Вот. И семечка, косточка. А я уже считаю, что она пронизана духом уже не Украины, а Дальнего Востока. Маньчжурский абрикос. Бродят в крови украинского сорта. В жерделе. Ну это значит фактически чуть ли не яичок. Но абсолютно съедобный и вкусный. И многим нравится больше королевского. И пронизан этим генами. Все там бродят гены. И пожалуйста. Ему всего четвертый год. Это просто вот смотрите. Я сейчас показываю. Там видите веточки. Это внутри года вот это вот. А сам прирост придется показать. Потому что вы не поверите, что ему четвертый год всего. Вот отсюда. Вот отсюда. Пошел прирост. Вот вот вот. Вот отсюда. Смотрим вверх. Это пошло в этом годе. Вот. А то что вы видите боковые ветки. Это в середине лета наросли. У него такая привычка. Сразу плодушки дает. На следующий год все будет в плодах. И предпоследная зима была 40 градусов. И хотя она была в два раза меньше. Ни одной. А. Что брать то. Одну ветку покажу. Вот это и все потери. Одна единственная сухая ветка. Ничего не вырезал. Это мой принцип. Сухие ветки не вырезаю. Хочу доказать. Что отрезание сухих веток. Даже это вредит дереву. Не только живых. Принято живые деревья ветки вынистажать в огромном количестве. Вот эти вынистажать. Караул вниз растет. Вот те унистажать. Караул внутрь растет. Вот. Вертикально унистажать. Караулы жирующие. Да ни хрена они не жирующие. Пойдет время все заплодоносят. Этой глупостью пронизано все современное садоводство. Причем многие авторы почему-то называют себя учеными. Что в голове мне не укладывается. Ну что все наверное. Может тут ничего съедобного нету. Ну молодежь поднимется. Вот эти вот. Я их называю 100 граммовики. Вот такие вот. Они уже отошли. Вот. Это уже извините попалось. Но нельзя отрезать. Нельзя. Если бы. Еще напоследок. Я люблю как прикалываться. Представим себе. Мне всего на один день дают власть. Абсолютно. Я мечтаю об этом. Сейчас секунду. Кто-то звонит. Ну как кто меня тут звонит. А. Уже отзвонил. Так вот. Я. Мне нужна абсолютная власть. Как. Для чего. Я беру. Нахожу людей. Которые учат. Отрезать все. Что ниже метра. Отрезать все что растет. Вниз. Вот. Начиная. С этих. С популярнейших. С популярнейших. Телеканалов. Федерального значения. Я всех этих ведущих. Лучше бы сценаристов. Потому что ведущие. Как правило. Сами ничего не знают. Вот сценаристов. Кто занимается этим. Начальников. Собрать. В наручники. В Столыпинский вагон. Ну ладно. Бог с ним. Пусть в этот. Даже в купейный. Насилком. Привезти ко мне. И не зимой юз. Когда спокойно. Вот так. Заподлицо. Учат людей. Вот так. Заподлицо. Отрезать ветки. Вот прям вот так. Колеча дерева. Навсегда. У нас их погибло миллионы. Когда пришла беда. Пришла эта. Инфекция. Невиданная. Бактериальная. А вот сейчас. Вот. Видите. Посмотрели. Посмотрели. Вот. Здесь у меня две прививки. Вот то что вы видите. Да. Это Антоновка. Хороша. Да. Сейчас я покажу. Почему. Чтобы вы ее пожалели. Я это сделал бы специально. Под страхом расстрела. Вот. Смотрите какие они. Ну. Вот моя ладонь. Да. Вот. Видели. Да. Они все такие. А второе дерево. В этом году пропускает плодоношение. Это московская грушовка. Ну. Давайте говорить. Б underest making usettеление всего будет. Наверное. По которому. По которому. По ottому. По теламическому. Скажи нулова.